Их дело дошло до того, что разногласия, разность в вопросах основы религии и также в ответвлениях, это стало называться альмом, это есть знание. И это фикх, говорят эти люди. Говорят, чем больше ты разногласишь, чем больше ты умничаешь в этой религии, вот это фикх. И говорят, такой-то, кто-то сумничал, говорит то, что, наверное, оно вот так и начал, братья, крутить, воротить туда-сюда и так далее и тому подобное. И говорят, маша Аллах, какой же он знающий. Аллаху Акбр. Где знание, Субхану? Как говорил, Говорит, что то, что альм, братья, настоящий альм, это то, что сказал Аллах, то, что сказал посланник Али-Ис-Раза. Все то, что помимо этого, это что? Это наущение шайтана. Ничего больше, братья. Как бы там гениально человек не сумничал, не завуалировал, не красиво выразился и так далее, все это, братья, у Ис-Васу шайтаны. Это все, братья, всего лишь наущение шайтана, ничего более. То есть, братья, у современников, как говорится, у тех, то есть у последних поколений, хорошо, не у первых поколений, у последних поколений, дошло, братья, дело до того, что, братья, разногласия в основах и в ответвлениях религии, это начало называться фикхом. Хотя, братья, является обязательным то, что, то есть обратно этому, хорошо, то есть фикх, настоящий фикх, это что такое, братья? Это книга Аллаха и Сунна его посланника, а не слова кого-то там и так далее. То есть, единение в этой религии, братья, это есть фикх, это есть фикх. Они говорят, что, что, братья, вот эти разногласия, то, что каждый человек свободен, хорошо, может выбирать, что пожелает и так далее. Как, братья, в магазине, то есть вот это мнение мне нравится, оно мне подходит, вот это я себе возьму. Это не нравится, это не, это ставим на прилавки и так далее. Хорошо, то есть, и то, что мы, братья, как говорится, не служаем эту религию, вот это есть фикх. То есть, пусть каждый мыслит. То есть, как, субханаллах, братья, как будто бы это какая-то, братья, жизненная наука. То есть, каждый, давайте, как? Да, философия, нет, я имею в виду то, что они подходят у них, братья, к религии, как к обычной какой-то науке. То есть, в медицине, что ли, новое изобрел, говорят, ма-шаллах, какой умный. И то же самое в религии, то есть, что-нибудь новое придумал, ма-шаллах, вот этот красавчик и так далее. Что мы говорим? Мы говорим, братья, То, что настоящий фикх. Что такое фикх, братья, в арабском языке? Фикх это понимание, знание религии. Фикх это не то, что мы привыкли, братья, то, что Абу Ханифа и так далее, и тому подобное, Малик, Шафии, Ахмад ибн Хамбал и так далее. Не это, братья, фикх. Хорошо? Они сами говорили, от имама Ахмада, братья, достоверно приходят, что он говорил, Говорит, не следуй слепо за мной. Говорит, имам Ахмад, не следуй за мной. Нет, люди говорят, мы будем на его мазаде. Аллаху Акбар, он говорит тебе, не следуй за мной. Говорит, не следуй за Маликом, не следуй за Шафии, за Аузаи, за Саури. Не следуй за этими имамами. Хузь мин хайсу Ахаду, бери оттуда, откуда они взяли. Абу Ханифа, братья, говорит, что является запретным вам брать то, что сказал я, если вы не знаете мой довод, субханаллах. И почти от всех, не почти от всех имамам и братья приходят такие слова. Говорят, каждый из них, братья, достоверно пришло в их же книгах, то, что они сказали, что мой мазгаб, это что? Это достоверный хадис. Поэтому никаких проблем нет. Если у тебя есть достоверный хадис, поднимать руки, и тебе ханафит приходит и говорит, брат, не поднимай здесь руки. Это мазгаб имама Ахмада. Валлахи, нет. Валлахи, скажи ему, когда ты лжец, и в судный день Абу Ханифа будет против тебя, потому что в его мазгабе поднимаются руки. Какой на этот довод? Слова Абу Ханифы, достоверный хадис, это мой мазгаб. Хорошо? Поэтому его мазгаб, это поднимать руки. Его мазгаб, это вслух говорить Амин. Почему? Потому что это достоверный хадис. Не дошел до него и так далее, это уже не наши проблемы. Хорошо? Но его слова до нас четко дошли. И мы знаем, что основы у него были, братья, основы сунны, основы саляфитские. Хорошо, Абу Ханифы. И он призывал к этому. Но какие-то хадисы до него не дошли, но не знал человек. Ты, до тебя дошел этот довод. Не нужно говорить, приписывать Абу Ханифе то, от чего он явно сам отрицал, говорил то, что мой, что даже, братья, более того, он слабые мнения, то есть, точнее, слабые хадисы ставил выше своего мнения. Почему? Потому что он говорил, это как минимум хотя бы называется хадисом. Кто-то передавал, как будто в послании, саллаллаху алейсаляму, сказал. Хорошо? Некоторые братья говорят таким образом. То есть, из широты ислама, то есть, хорошо, наш ислам такой, как говорится, широкая такая религия, из этой широты то, что если кто-то запретит нам что-то, мы найдем того, кто дозволит нам. Нужна тебе проституция? Пошел к шиитам, сказал. Они говорят, да вообще без проблем. Временный брак, деньги дал, муфтий тебе сказал, все, она, твоя жена, на полчаса, бисмилля, пошел вон. Хорошо? Или же что-то еще, расставчичество захотел, так же пошел, и найдешь того, кто тебе дозволит. Еще что-нибудь захотел, найдешь того, кто тебе дозволит. Хорошо? Захочешь, этот самый, выпить что-нибудь? Хорошо, спиртные напитки, водка нельзя, вино нельзя. Но ты найдешь у ханафитов, у некоторых мнение, что если это не ячменный, или же, точнее, не на винограде было, то дозволено. Бисмилля, пошел, и гашиш, и шкури, и хоть героин, все, хоть что делай. Не проблема, найдешь ты себе мнение. Хорошо? Они говорят, это из широты ислама. Валлахи, братья, субханаллахи. Это широта ислама. Ла и виллахи, ла виллахи. Эти люди ставят людей в ранг кого? Узаканивающих. Как будто бы они узаконили тебе что-то в религии, субханаллах. Люди, братья, они никто. Они, братья, просто доносят до нас от Аллаха, субханаллаху ата'аллах. И поэтому, если мы возьмем мнение этих людей, которые такие вещи говорят, из этого следует то, что если кто-то, братья, скажет, что что-то халяль, все, оно становится халялем. Даже если Аллах и посланник, алей саляту, это запрещают, такой-то сказал халяль, все. Братья, в достоверном хадисе от Адибну Ахатима, хорошо. Адибну Ахатим был христианином, братья, потом принял ислам. Был славным сподвижником. И когда он услышал, братья, слова Аллаха, субханаллаху, суре, что они взяли себе помимо Аллаха Господом своих священников монахов и так далее то есть поклоняясь им пришел он к пророку алей салату сказал поистине мы не поклонялись им то есть что он понял под поклонением то есть с учудом делать и так далее с кому им не поклонялись и что сказал им посланник Аллаха говорит разве если они что-то называют вам запретным вы говорите не говорите ли вы таким же образом а если они что-то дозволяют вам вы также дозволяете это разве не так он сказал да так мы делали это и есть поклонение им когда ты ставишь его зная того или не зная на ранг Аллаха кто тот кто может тебе узаконить что-то в этой религии кто это даже посланник его работа братья это только доносить до нас от Аллаха хорошо то есть не что-то по своей прихоти Аллах сказал по своей прихоти он не говорит все это внушаемое ему откровение а эти люди братья ставят людей в ранг Господь поэтому мы скажем этим людям давайте вернемся к книге Аллаха тот за кого засвидетельствует это книга что он на истине мы возьмем это то есть и будем придерживаться этого а если же книга Аллаха про кого-то то есть как говорится скажет то что он не прав хорошо будет противоречить его слова книге Аллаха мы его оставим и это является обязательным ты видишь что некоторые люди из этих то есть слепых братья следователей любым мазахибам хорошо любым мазахибам и так далее говорят братья страшные вещи даже когда приходит до них достоверный довод который противоречит тому что говорил их имам они говорят то что мы не принимаем это Абуль Хасан аль-Кирхи братья один из то есть ханафитов хорошо говорил в свое время что любой хадис любой аят который пришел и он не подходит так и говорит братья не подходит под наш мазахиб является обязательным исказить его то есть ты как говорится братья бедный посланник Абуль Хасан аль-Кирхи если братья получается то есть мискины братья пророк Абубаккар Умар Утман то есть все те братья которые жили до тех пор пока не был создан Аллахом абуль Ханиф а мискины как вообще жили как свою религию изучали если нужно было то есть пока родится он или же имам Малик или же Шафия или же Ахмад и Бнухамб мы любим этих имамов братья мы их то есть любим всегда просим за них милости это наши имамы братья мы берем знания у Абу Ханифа мы берем знания у Малика у Шафии у Ахмада это все наши имамы братья имамы Ахлю Сунна но братья они не господа братья это не Господь Бог хорошо то есть мы не можем брать их слова не спрашивая откуда вы это взяли хорошо братья сегодня если мы слышим слова с подвижника которые противоречат Сунне что мы с ними делаем мы не берем их так же когда руку делает, вот так руки складывает и между ног ставит себе. Кто-нибудь есть такой из вас? Есть или нет? Нету. Но Абдулла Абнумасуд делал так. Хорошо. Это Куран или не Куран? Абдулла Абнумасуд говорил, что это не из Курана, аят. Что говорит, как вы называете это Кураном, как вы читаете эти две, то есть эти Азгары. Он говорил, что это Азгары, братья. Как вы читаете их, молитва говорил, в то время как это не из Курана. Принимаем это или не принимаем? Абу Баккар, братья, Омар и Оthman, не запрещали, они делали хадж-таматой. Говорили, что не нужно это делать. То есть, что это неправильно. Принимаем или принимаем слова Ибн Аббаса, который сказал, что достоверная сунна гласит, что хадж-таматтой должен быть? Принимаем или не принимаем? Принимаем. У того, кто принес нам довод, мы, братья, принимаем. У того, кто нет, нет. Что говорит тогда о тех, кто был после сподвижников? Валлаху и Мустан, братья. Хорошо. И по их словам, братья, получается, тот, кто говорит, что в этой религии мы должны быть едиными. Должны быть, братья, на том, на чем нам сказал Аллах, то, что сказал нам посланник. Тот, кто говорит, братья, объединяйтесь. Объединяйтесь на словах Аллаха. Объединяйтесь на словах посланника. Давайте будем едины. Они говорят, что этот человек зиндих, братья, еретик. Или же мунафиг, или же какой-то лицемер, или же маджну, сумасшедший какой-то. Так же и есть сегодня. Ты говоришь, Субханаллах, о брат мой, не нужно слепо следовать за кем-то. У нас есть книга Аллаха, у нас есть сунна посланника, давай будем вместе с тобой следовать тому, что повелел нам Аллах. Субханаллах, этот человек, ты не стены ненормальный, говорит. Ты еретик, говорит. Ты в какую-то новую религию приводишь. Аллаху Акбар, я тебе говорю, вернись к религии Аллаха, а ты мне говоришь, я новую религию привел. Субханаллах, который, братья, повелевает людям быть едиными в этой общине. Не нужно разногласить. Почему ты вводишь что-то новое в эту религию, когда ты говоришь, у нас есть сунна, не нужно отходить от сунны пророка, не нужно отходить от Кур'ана. Эти люди говорят, что этот человек выходит против общины. Этот человек выходит, говорит, против общины. Говорят, этот человек еретик, Субханаллах. Потому что он говорит, не считается со словами ученых. Мы, братья, ни в коем случае, братья, не отменяем слова ученых, не выкидываем их, как говорится. Мы, братья, просто смотрим на эти слова и возвращаем их к книге Аллаху. Хорошо? Потому что Аллах, субханаллах, нам не повелел следовать за какими-то людьми, то есть слепо следовать за ними. Повелел нам следовать за чем? За Кур'аном и сунной. Хорошо? Как-то раз у имама Ахмада, Адуróхан бля рахима Аллах спросили. Говорят, написать ли нам книгу твоих мнений? Он сказал, нет, не пиши. Он сказал, Валакин Абдоллах бнуль-Мубарак Катаба, то есть Абдуллах Бincomemit Коррак, то есть ученый, имам этой общины. Хорошо. Говорит, он написал такую книгу, мол, какая проблема? Что им сказал обратно имам Ахмад? Говорит, Ина Абдоллах лям янзель минас сама. Хорошо? Говорит, поясни он не спустился с небес, говорит, небес, хорошо? То есть эти, братья, знания пришли нам с небес, посланнику алейсалату ассалам, хорошо? И это есть истина. То есть нам не было велино слепо следовать за кем-то, таким-то или же таким-то, хорошо? Аллах, субхану талли, не оставил нас просто, вот с каждой, как говорится, пусть как ему нравится, так и обращается. Как люди говорят, то, что Бог, Он один, неважно, с какой комнаты ты, обратишься, хорошо? Богу-богу и так далее, какие только люди вещи не говорят. То есть как хочешь, так и делай, хорошо? Аллаху-мус-салам. Но Аллах, субхану талли, не спасла нам книгу свою, не спасла нам, братья, посланника, саллаху алейсалам. И если мы вернемся к книге Аллаха и Сунни его посланника, саллаху алейсалам, все разногласия сойдут на нет, братья. Все наши вот эти горести и так далее, сойдут на нет. Хорошо. То есть и тогда мы будем едиными в этой общине. Субханаллах, братья, сегодня человек, который приходит и говорит, что такое-то бид-а, такое-то нововведение, оно хорошее в религии. Мы спросим у этого человека один вопрос. Брат, какой смысл, если есть какие-то хорошие нововведения, если каждый поклоняется как ему угодно, делает все, что ему угодно, то, что сказал ему имам и так далее, и тому подобное. Какой смысл от посланника? Какой смысл тогда от этой книги Кур'ан? Какой смысл просто? Оставь Кур'ан, оставь Сунну и придумывай новую религию. Какие проблемы? Человек скажет нет. Мы скажем, Субханаллах, а какая разница? Какая разница между тем, что ты взяв в руки Кур'ан, придумываешь новую религию, или же ты его оставишь и придумываешь ее? Какая разница? Был и никакой, Субханаллах. Мечеть Харам, братья, в которой вы сегодня делаете умру, ходите туда, молитесь, да? Знаете ли вы, что, братья, до недавнего времени, не так давно, братья, там было четыре разных михраба? Четыре разных жама'ата молилась там, Субханаллах. Кул'ю асхаби мадхабиусалюна джама'атан вахдахум ма агли мадхабим бидживарит ка'ба. То есть ка'ба с четырех сторон, братья, михрабы. С четырех сторон. Это для ханафитов, это для шафиитов, это для малькитов, это для ханбаритов, Субханаллах. То есть неужели, то есть как будто бы это четыре разных религий, братья. Братья были из ханафитов, такие имамы, которые дозволяли, дозволяли жениться на шафиитках, дозволяли жениться на шафиитках, но ни в коем случае нельзя за них замуж выходить, говорят. То есть это кто такие? Человек другой религии придерживается, что ты дозволяешь за него. То есть что значит дозволяет? Как так вообще может быть? Другие братья говорят, что если бы была бы моя воля, я бы брал джизи из шафиитов, говорят Субханаллах. Говорят братья в некоторых своих, то есть про грязные деньги, заработанные грязным путем, говорит то, что либо то есть то есть либо сделать с ними так-то, так-то, либо купить что-то у шафиита, говорят. Субханаллах. То есть как будто братья это скотина какая-то, Субханаллах. Или же какой-то вообще неверующий, Субханаллах. Аллаху мустаан, братья. То есть до чего до страшных вещей доводят это, братья? Хатта кайяда Аллаху ман джамаума аля имамин вахдин вазал вазаля валиллахи аль-хамд гадал аль-мадхару сей. Пока то есть Аллах, Субханаллах, не предопределил такого человека. Это великий имам, братья. Тот, кто написал эту книгу, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Хорошо. Который с дозволения Аллах, Субханаллах, братья, с прекрасным призывом к Единобожию пришел, братья, и убрал эту то есть это заблуждение, эту ересь, братья, с таких прекрасных земель, как Мекка. Хадда кулли у минит тиба'аль мадагви ват тиба'аль араб Это, братья, как говорится, скверно вот этого слепого следования каким-то мазгабам или же каким-то мнением. Хатта с саля фарракуа Братья, даже молитва, самая то есть как Павцаланик, алей саляту, сказал Амуду лислям, столб ислама, на котором держится эта религия. Хорошо. Даже в ней, Субханаллах, они, братья, разногласия. Ва сара аль ханафи ла ю салли вара аль ханбали ла ю салли вара аль шафи То есть начал ханафит не молиться за ханбалитом ханбалит не молится за шафиитом ва ла ю салю на фи вахтин вахид Также не молятся они в одно и то же время То есть у ханафита в свое время У шафиита в свое время и так далее Хорошо. Хадда ю салли фи овалил вакт Ва хадда фи ахри То есть этот в начале времени молитвы Этот в конце времени молитвы Почему? Потому что такой-то сказал, что нужно откладывать эту молитву А другой же сказал, нет, наоборот нужно вовремя ее молиться И эти люди пытались что? Сделать довольными всех То есть, как говорится, каждому свое Ва Аллаху мустаан, братья Это, братья, удивительные вещи И это, братья, смотрите Слова кого, братья? Некоторые люди сегодня, братья Казабы, братья И тот, кто знает этих людей Ва Аллахе, знает, что эти люди Лжецы, братья, которые продали свою религию Распространяют слова шейха Фаузана Которые он где-то сказал Когда, каким образом Что нет, наоборот, является Обязательным следовать одному из четырех Мазов Ва Аллахе, братья, ложь Ва Аллахе, тот, кто знает книги шейха Фаузана Ва Аллахе, знает, что это ложь Что шейх Фаузан, братья Вот, братья, его слова Вот это слова шейха Фаузана По поводу мазов и так далее То, что, братья, нет проблем Брать оттуда какие-то пользы То есть изучать мазов Если у тебя, то есть преподаватель твой На сунне, саляфит Который, братья, не мазов тебе преподает А через мазов тебе придает Сунну пророка То есть он приводит достоверные вещи То, что он не согласен Где он с мазовом Он опровергает, говорит, что Здесь ошибается И здесь шафииты ближе к истине Здесь, например, ханболиты ближе к истине Здесь маленькие, ты ближе к истине и так далее Да вообще никаких проблем И с этим человеком у нас никогда Иншаллата, не будет разногласий Но проблема тогда, когда человек говорит Я такой-то, я такого-то мазова придерживаюсь И все остальные на лжи А мы какой религии придерживаем И даже остави это Даже не нужно далеко идти Просто спросим у этого человека Если любой, кто не на твоем мазове Что мы сделаем с папой Абу Ханифом? На каком он мазове был? На ком он был мазове? Кто знает? На ханафитом он был или кем? Не мог он быть, не родился в то время В принципе, Абу Ханифа, хорошо Абу Бакар, Умар, Утман, хорошо Посланник, алей салят сам Кем был? Ханафитом тоже был Валлаху и мастан, братья Просто, валлаху, что сделали с этой религией Валлаху и субхану Одному только Аллаху известно Даже, братья, в некоторых странах Это до сих пор есть До сих пор такое есть Даже, братья, джум'а не молятся В одно и то же время Некоторые братья, джум'а Отталкивают Аж до времени Асра практически Хорошо, потому что Кто-то там сказал А если же он хочет Заранее помолиться Он идет и молится с другим Если же наоборот хочет попозже Идет с теми там молиться Но что касается этих наших земель То есть говорит шейх Паузан Про земли Саудии и Саудии Хорошо, то есть про братья Эти прекрасные баракатные земли Пусть Аллах субхану таля даст им баракат Хорошо Из-за, опять же, шейх говорит Из-за этого, братья, прекрасного призыва Призыва к Единобожию Хорошо Наши, братья, запретной мечети Помиловися Аллах субхану таля Молятся так, как молились Во времена праведных предшественников То есть, братья, за одним имамом В одно и то же время Молятся все одним джум'а Хорошо Аллаху аль-Мустоан, братья И даже вы видите, братья Люди, сегодня, например Если ты поедешь в страны ханафитов И ты, молясь за имамом, скажешь Амин Субханаллах Тебя, может, побьют в некоторых мечетях Точно Субханаллах То есть, а если ты посмотри А если ты скажешь Этим людям я придерживаю другого мазаба Они скажут, нет, вот здесь нужно так Спросите у этих людей Когда ты ездишь в Саудовскую Аравию Ханбалиты здесь чаще всего Они говорят Амин Говоришь ли ты Амин Он скажет тебе нет Мы скажем Кадзабты тогда Почему ты заставляешь меня у себя То есть, не говорить А здесь, когда ты приезжаешь Почему ты не судишь Так, как ты судишь у себя А здесь мы говорим Амин Давай, бисмилля, говори и ты Амин Они, братья, не говорят Почему? Потому что, братья Как Аллах, Субханаллах, сказал Братья про иудеев То есть, когда они, братья Ослушались муси И начали поклоняться теленку Аллах, Субханаллах, сказал Что они, братья Наполнились их сердца Чем? Любовью к этому теленку Потому что они отошли от истины То же самое, эти люди, братья Провергают хадисы Которые, братья, достоверные Субханаллах, не разногласит Умма Бухарь и Муслим Приводят о том, что Пророк Алиса И его сподвижники Говорили вслух Амин, братья В некоторых версиях хадиса Что даже, братья, стены Дрожали от их Амин Эти люди говорят Нет, не нужно Почему? Потому что в нашем Азабе так Мы скажем Абу Ханифа так сказал А не скажешь Нет, такой-то, такой-то Так сказал Субханаллах Фитна в головах у них Субханаллах